Мы с вами говорим про хронические воспаления, хронические заболевания и о том, как я вижу вообще этот вопрос. Часто мне пишут вопросы, связанные, Ален, сними видеоролик про хронические воспаления, которые уже устал лечить или хронические заболевания. Я скажу самые-самые те вещи, которые я знаю. Конечно, противовоспалительный рацион, это там общая-общая фраза, это отмазка диетологов. И мы живем в реальной среде. Это естественный иммунный отклик организма на любую проблему. Тело так нейтрализует, ну вот просто какие-то повреждения клеток, вирусов, бактерий ежесекундно. И острое воспаление, тогда важно разбираться очень серьезно. Что характерно для воспаления, я говорила, что это история инфекции и поражения разных систем. Но и признаки такие усталости, боли в груди, в животе, боли в мышцах, боли в суставах. И причины это индивидуальные воспалительные реакции. Плюс есть генетические поломки, которые влияют на это. Плюс хронический стресс, депрессия, плюс здоровье кишечника, плюс проблемы с микробиомом, плюс химия, которая в нас остается. И теперь обратимся к тому, что мне пишут. Ревматоидный артрит, рассеянный склероз, хронические язвы желудка, системная красная волчанка, диабет, воспаление кишечника, астма и так далее. Продукты, которые вызывают это, сейчас я назову и прям делайте с этим, что хотите. Сахар в любом его виде, булки, конфетки, все это вызывает вот эти болезни. Трансжиры, фастфуд, жареное, супер жареное, переработанные продукты, полуфабрикаты, магазинные, особенно выпечка, соусы, готовые супы. Это вызывает хроническое повреждение. Масла с высоким содержанием омега-6, рафинированные углеводы, некоторые пьют сахарин с глутаматом натрия, козеин. Как я не раз говорила, при воспалении суставов симптомы уходят, если убрать из рациона молочное. Все подчистую. Плюс аспартам, очень плохой вариант подсластителей, которые нарушают работу из сердца. Он вообще токсичен для нервной системы. Ведь многие так пытаются урезать себе рацион, добавив аспартам вместо сахара и так вот себя награждают. Алкоголь это огромная нагрузка на печень и есть естественные продукты и то, что поможет. Плюс бывают хронические болячки и воспаления, потому что уже не хватает, например, базовых аминокислот, не хватает электролитов, не хватает антиоксидантов, ферментов у некоторых не хватает, что уж тут говорить. И, соответственно, человек ест, а ферментов не хватает. Белка не хватает, ферментов не хватает. Хронические воспаления. И, да, омега-3, куркума, тренировки, любые медитации, даже молитвы подключайте. Это все помогает. Есть продукты против воспаления. Это водоросли, это овощи в большом количестве, это вода, она должна быть чистой и качественной. У меня была проблема с водой, воспаление было по всему желудочно-кишечному тракту. То есть люди же пьют чай черный дома и думают, что вот просто так плесенью, грибком человек заболел. Конечно, мы везде пьем такая жизнь, но просто, чтобы вы понимали, от чего это происходит. Зеленые смузи, они, конечно, тоже помогают, так же, как и белковые продукты, которые восполняют дефицит, особенно белка у многих. Яйца, птица, мясо, рыба, не бойтесь. То есть травы, специи, вода обязательно. Если про чай говорим, то это качественный, и вы должны быть уверены. Воспаление это нормальная реакция, но когда хроническое воспаление, оно повреждает. Вот у меня еще был момент с хроническим воспалением, когда я занималась беговыми, и организм не успевал восстанавливаться. Вот и все вещи. Поэтому не бойтесь этого, решайте вопросы в любом доступном способе.